Давайте смотреть что тут написал Виктор так продолжение выше указанной темы осветение абрикосов Моя абрикоса им 6 лет 3 года назад один абрикос свел хорошо написал Виктор так 6 лет 3 года зацвел так Вера Валерий Крисович скажите пожалуйста если рядом с будущими посадками ваши кости растут старые больные яблони их стоит убрать или пускай растут А это зависит от того что вы от них хотите и так старые больные яблони во-первых да больные скорее всего изувеченные или от старости или от этих ранных отцов одной из двух можно сделать сильнейшую обрезку скелетных не все ветки отрезать как здорово учат подряд а именно скелетные самые толстые толщиной с ногу с руку вот такие вот и пусть они оживают снова то есть могут омолодиться на какое-то время вопрос только будут ли они мешать нашим костикам смотрите по тени тень не достанет пусть себе растут может быть они еще вам плодоносить будут а если тень достанет то другого места посадить негде ну то выпиливайте особенно если их не жалко невкусные допустим и так далее так дальше не опасно ли что эти яблони они поражены грибами не заболеют нет не заболеют вот грибы у меня тоже полно этих грибов в саду вот совершенно не это совершенно безобидные не они причина что деревья больные не от грибов так Семен так я смотрю на выкрутаться погоды в средней полосе южнее скоро он придет все Сибири и Урала закупаться саженцами которые будут стойкими к весенним погодам а где их взять то вот Сергея сейчас нет но саженца нет на продажу на осень еще вырастить надо а много он их вырастет где их закупать тем более стойкими к весенним где они кто их вырастил куда не нажимаешь эти самые он наш этот самый за все винограды что натворил нашел сотни плодопитомников сразу за один день нашел которые мои фотографии присвоили это они что ли стойкие будут к весеннюю заработку по этим аномалиям негде нет вообще нет негде меня спросите ночью разбудите куда обратиться ну пара чек кроме Красного Хутора кроме Сергея насчет пара чек которые нормально саженцы которые могут быть действительно это Филиппев Тотар и список заканчивается вот так вот Вера пишет они ямы были посажены ну носят больные так Снегирев теперь пишет ну видите слово за слово слово за слово теперь ждем Снегирева Арсен тоже что-то пишет и так спасибо за науку это значит что Арсен с нами попрощался Вера она про ямы написала понятно Снегирев все еще пишет а Семен таки надо выворачивать все эти регионы с аналогичными условиями так что надо как правильно говорить сажать тем больше тем лучше и тогда отбирать правильное кто будет этим заниматься но я не смог всю Россию накормить я рассказывал и так у меня наконец впервые может быть год на шестой на восьмой мой мажорский абрикос будучи молодым здоровым деревом преподнес мне полторы тысячи плодов я взял полторы тысячи кост и посадил просто посадил осенью весной у меня росло из полутора тысяч сто восемьдесят сеянцев вот вы думаете через несколько лет они так сто восемьдесят было нет но я сделал работу которая заслуживает государственную премию с тех пор и до сих пор у меня абрикосы не погибают не замерзают вот и они теперь совместимы с культурными совместимы это вторая у меня это самая государственная премия я уже купаюсь в деньгах мысленно вот совмещение наслоение ментора по железу это должен делать как вы сказали как я специально то есть надо выращивать регионы с удовольствием условия кто а александр кто каждом регионе вот это вот что я показал фотографию да они разъезжаются по всей стране вот уже сергей но по малинку так не хватит и 100 лет вот а так чтобы кусочки мои ну москвичка сейчас вырастет четыре пяти тысяч косточек тысяч четыре сажутся и все равно для москвы это тьфу это капля в море это надо специальную работу проводить у меня до сих пор погребе пусть на третий год срок прошел вот я никого не обманул скорость высочайшая но мне все знаете как сейчас у меня вот эти самые как бы показать бы вам или уже что была затравка на следующий вебинар 260 из них 216 сошло вот эти фотографии ну не успел я выставить теперь вспоминаю где они если на вебинаре туда нельзя лезть там что там сотни этих пока нырю там сотни телефон это плохо это непорядочно показывать чужие телефоны ладно читаем дальше так еще снегирю написал следующее у меня очень странное свойство участка на нем как будто смещены смещение по времени две недели все распускается позже чем на окружающих сейчас очень надеюсь это поможет как для южных растений я бы не сказал что это уж такое так хорошо на две недели позже значит на две недели может не хватить для того чтобы идти в зиму а вдруг соответственно до две недели а это самое раньше у вас закруглился цикл а они же южные ему допустим 9 месяцев надо вас 7 месяцев вот все будут мерзнуть не вызревшие ну ладно пойдем дальше вот еще три письма сейчас будет давайте подождем еще так так Александр аналогичный в селе нашем у нас на у нас на на корю все попозже чем в центре села да я такое знаю мне когда-то рассказывал Дускобилов длинное село на километры это он был на Алтае кстати именно на Алтае он был он был в командировке он изучал вот эти вот самые страшные морозы до минус 50 конечно там все к чертой матери повымерзало в тех районах где было минус 50 вот он рассказывал нашел село там в одном краю села все вымерзло в другом цветет вот у меня просто на памяти отложилось так Ольга Валерий Косинский Псикатолинский сам по себе в морозостойке или его надо плевать на Мазурске знаете я его за ним сижу посадил я в 15-м году вырастил полтора десятка деревьев следов подмерзания нет урожая отличное цветет вовремя и ну как вовремя не так быстро вот сейчас он зацвел почти позже всех он пропустил первый заморозок минус 9 спал себе без задних ног вот сейчас получится что какие-то годы он будет лидером и получается так что у меня нет оснований считать чисто внешне за эти годы за 9 лет все было ему а ему хоть бы хны это я к тому говорю что перевать его на Мазурске не надо он сам по себе хорош и по морозостойке я думаю он не уступает возможно это близкие родственники где Мазурске правильно в Сихотолинских горах так теперь Оксана пишет ну контора пишет пусть пишет подождем а московская область грунтовые воды близко для какой высоты делать холм для персика у персика очень длинный стержневой корень значит должен быть максимально высокий холм но если вы сделаете непологим то есть намного земли надо непологим а крутоватым то корни просто замерзнут а так у него очень длинный стержневой корень вот он этим похож на грушу и на абрикос со своим корнем вообще если близко грунтовые воды может быть полметра холм не спасти надо искать место где он будет расти хотя бы 3-4 метра так Ольга видимо попрощалась пишет спасибо Вера благодарность Алексея или перепривить на сливу ну что хороший совет я в том что сливы Ольга подсказал я все сообразить не могу Алексей пишет перепривить на сливу а у него корень гораздо короче значит бывает как вот растет персик сколько он порастет 3 года 5-10 неизвестно когда он это умрет от близких грунтовых вот за это время он может дать десятки веток на перепрививку например на сливу у меня персики сколько лет все были привиты это я сейчас вот не выдержал просто вот и оставил ну как сказать ну думаю штук 15 выращенные с косточки не помешают вот а им всего год-два таким а до этого только привал только привал только привал вот вот как получается если сразу до сливу по возможности допустим посадили персик он растет дал боковые побеги а вы их на второй третий год и на сливу а слива уже так не боится грунтовых вот 2-3 метра вот вот такой совет теперь Ольга пишет подождем Алексей пишет подождем что и и и и и и Так, ну-ка, что тут написали? Ольга, если пешик приведет на китайку, его как садить наклон, чтобы потом укрывать, или не надо укрывать, можно садить вертикально, ему год после прививки. Так, у вас уже он привитый, пусть себе растет, старайтесь, есть один из вариантов, допустим, в данный момент я не вижу, где вы живете, но давайте в целом, даже на юге, однажды в 10-15 лет, может прийти согласный мороз, 35 градусов, и уничтожит все, особенно персики. Поэтому вопрос о укрытии или полуукрытии стоит всегда. Вас растет, допустим, вертикально. Допустим, вы его отрезаете по верхушку, и таким путем он будет стимулироваться, разброс в разные стороны горизонтальной ветки, которые, по большей части, будут укрыты снегом. Вот это значит, чтобы половина укрыта снегом, значит, он никогда не замерзнет, один из вариантов. Так, второе, можно постепенно наклонять, но он привитый. Я помню, как я плакал, когда начал самый ценный персик уклонять, ранее, киевский ранее, наклонять, и он просто хрупнул, и все, его нету, сломал. Вот, поэтому очень хрупкое место привильки. Значит, или наклонять медленно, 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 буквально по сантиметрам, приучать его к наклонку, и так тоже можно. Ну, а потом, пока молодой, какой-то нетканный материал укрывать, который всегда сухой, как бы, вот. Делать что-то вроде теплички, но не из пленки, это опасно, а из материала. Я, например, один год специально показал, укрывал часть саженцев с помощью стекло-ткани белой. Вроде бы все нормально. Ну, и все остальные способы, если я сейчас хочу рассказывать, мы до утра будем говорить. Вот, так. Ну, вертикально, говорю, опасно, если только не распластывать под землей. Так, Алексей Виноградов, у меня уже расчет 4 красавицы, киперсиков, от вас это успех. Ну, и что бы, у Алексея Виноградова бы не это. Вот. Как ты, я вспомнил прекрасно первые отчеты по абрикосам. Вот. Съездите в 10 ближайших этих научных учреждений. Найдите там подобное. Так, так что, Алексей, вас ждет успех, Ольга Тюмень. Ой, Тюмень. Так, так, о чем мы говорили с вами. Короче, полное укрытие, 100% теплица. Вот. Наклоняйте опыт этого самого нашего друга, значит, Лидера Дмитриевича Чернобаева. Помните? Уклонном состоянии и плюс сверху наваливал этот самый лапник, сосновый лапник. А потом еще и сверху материал. Ну, зато вы видели, сколько у него было абрикосов. Ой, персиковый. Попробуйте повторить. Все. Кажется, закончилась переписка. Кажется, нам пора прощаться. Спасибо, что вы все на месте. Выдержали 3 часа. Почти 3 часа. Вот. Еще раз просьба также. Ну, так легко разослать там, где тысячи, тысячи садоводов. Ни в чем не виноватых. Которые так надурили. Надурили их с покупными саженцами. Лапша, лапша, лапша. Вранье чистое. 100% вранье. Ой. Как дурят. Откуда в Сибири персики? Откуда в Сибири черешни? Вот. Откуда крупноплодные абрикосы? Где эти сады? Хоть один? Хоть один. Вот. Я подчеркиваю. Комноплодные абрикосы. Те, которые на... Они же как? Они же на фотографиях, на своем сайте выставляют не просто абрикосы, а самые выдающиеся в мире. В том числе мои. 100 грамм, 120, 150 грамм. Ну, кто-то, пусть бы задался вопросом. Где, в каком городе, в Сибири, где угодно, где этот сад, где вот такие абрикосы? Где черешни, где персики, где нектарины, где шелковицы? Вранье, вранье. А люди-то не знают. Ну, помогите людям. Ведь кто-то же зацепится на следующий юббинар. Я, может быть, начну повторять за новичков. Ну, сделайте так, чтобы хоть 100 человек прибавилось. Я всех прошу. Друзья, в Редакции, ведь кто-то же посмотрит, тут любопытство. А некоторые целыми семьями же смотрят. Осень прошла. Давайте, может быть, сдвинуть эту глыбу с места. Мы все знаем, а они ни хрена не знают. Сейчас миллионы погибнут, потому что купленные у этих самых, у южан, обманутые. А кто не погибнет и успеет изувечь. Это так изувечить. Клубы разводить. Все, я заканчиваю разговор. Все, друзья. До свидания. Да, не забудьте, я все время, закажите у меня каталог. Все-таки есть. Абрикосов нет, но сухие абрикосы. Можи кошки купить. Уже гарантия. А если вы никогда больше, если я сейчас, у меня, я не становлюсь-то здоровее. А если это последний месяц, если вы никогда больше не купите. Никогда эти же кошки. Да купите сейчас. Вспомните, письмо же, как было. Посадил кусочки 22-го года. Выписал того, не в этом году, в прошлом году, позапрошлогоднее. В 22-м году выписал. Сделал софикацию. У меня результат-то какой, вы же видели. У меня не будет. Все, 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 ребята. Давайте сейчас заказывайте каталог, а там думайте. Там будет написано. Козочки сухие. Вот. И 30% скидка. Очень-то не будет. Хранить-то, делов-то. Стеклянная банка в сухом виде, в холодильнике. Закрытая покрывка. Ничего вообще делать не надо. Я даже люнюсь открывать и встряхивать, как я других учу. Схожесть видели. Все. Поговорили. Заодно книги купите. Кто хочет стать миллионером, в смысле садоводом. Кстати, вот это я оговорка, да? Передача популярная. Кто хочет стать миллионером. Наверное, мне так кажется. А давайте сюда. А давайте все глянем на эту фотографию. А давайте. Вот она фотография. У меня таких каждый год практически такие. Но я выбрал самую эффектную. Здесь тысяча констачек, которым взошли. Ну, считайте тысячи. Если несколько не взошло, округлим. Продайте 500 рублей. Вот. Кто хочет стать миллионером. Вот. По тысяче рублей продайте. Если это Москва рядом. Уж там-то тысяча рублей, это так. Карманные деньги. Вот. Ну, в общем, думайте. Теперь пришло время сухих. Я доказал свою эффективность. Свои технологии. Вот. В этом году впервые. В те годы обычно один-два чека писали. У меня ничего не взошло. И даже пытались меня обвинить в этом. Было. Ну, от досады. Но в этом году. Это просто удивительный год. И еще раз. Из каждых десяти заказов. Девять я продавал позапрошлогодние. Не прошло. То есть, наоборот, не так. Не свежие, а прошлогодние. Двадцать второй год. Результат вы видели? Ничего не скрыл. Ни одной неудачи не скрыл. Ни одной неудачи. Еще не все показало. Сейчас в середине покажу. Эти двести шестьдесят посаженных. Все поймете. Ну, а теперь точно надо прощаться. Надоел. До свидания, друзья.